Здравствуйте, друзья! Добрый день, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Благое дело» – совместный проект общественного телевидения «Приморье» и Владивостокской епархии Русской Православной Церкви. Мы продолжаем рассказывать о светской благотворительности и социальной работе Церкви. Галина, что Вы чувствуете, когда рядом с Вами оказываются те, кого теперь принято называть людьми с ограниченными возможностями? Во-первых, мне хочется по мере силы чем-то помочь, проявить свою солидарность, продемонстрировать, что у них такие же права. А во-вторых, мне становится очень неудобно перед такими людьми, когда их считают неполноценными. Мне вспоминаются слова Жанна Ванье, известного христианского деятеля, который много лет работает с ментальными инвалидами. Так вот, он говорит, что мы нуждаемся в этих людях гораздо сильнее, чем они в нас. Думаю, что мы можем многому у них поучиться. И отрадно, что в наши дни, хотя и медленно, но распространяется подход к инвалидности, который предполагает вовлечение инвалидов во все сферы общественной жизни. Я думаю, что развитие инклюзивных, то есть вовлекающих форм образования и досуга, демонстрирует как раз такой подход к инвалидности. Давайте посмотрим наш первый сюжет. Мы расскажем об инклюзивной театральной студии, работающей сегодня на площадке Приморского краевого театра молодежи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй! Небо голубое! Здравствуй! Вольный ветерок! Здравствуй! Маленький дубок! Это предполагаемое начало знакомства зрительного зала с детьми. Потому что в нашем спектакле дети будут говорить очень мало, они будут больше двигаться. И это единственный момент, наверное, в котором вы сможете услышать их голос. В стенах драматического театра молодежи особенные дети готовят свой особенный спектакль. Маленькие артисты воспринимают все происходящее как увлекательную игру и незаметно для себя учат свои роли. Мы сразу знаем, что у них с первого раза не получится, и мы успокаиваемся и с них не требуем. Но на самом деле у них получается все гораздо быстрее, чем у обычных детей. Показывайся в следующей стране! Игорь показывает движение! Все, дай мне, повторяйте звуки, кто может! Игорь! Свой инклюзивный театр в Приморье появился благодаря президентскому гранту, который выигрывала команда неравнодушных людей. Из автономной некоммерческой организации «Благое дело», благотворительного фонда Александра Монастырева и Приморского театра молодежи. Отчетный спектакль приморские зрители увидят в сентябре. Но авторы идеи уже сегодня задумываются о возможности продолжения проекта. Эта студия, она единственная на Давнем Востоке инклюзивная. Ее, конечно же, мало. Чем больше таких проектов будет, тем лучше. Но тут важно, чтобы этим занимались профессионалы. В идеале должна быть кривая поддержка таких проектов. Но я надеюсь, что у нас все получится. Инклюзивный театр развивает в детях навыки общения и учит их взаимодействовать с окружающим миром. Результаты замечают и родители, и сами дети. Мне больше всего нравится то, что мы занимаемся. Мы учим песню там. Ты да я, да мы с тобой. Даже если мы не расстаемся, Дружба все равно остается. Дружба остается с нами навсегда. Ты да я, да мы с тобой, вам пора. Ты да я, да мы с тобой, вам пора. Ты да я, да мы с тобой, вам пора. Что? Я не знаю, что сказать. Он говорит, хорошо. Всегда идет с удовольствием. Всегда просто даже и спрашивает. Мама театр? Я говорю, да, театр. И мы счастливы. Все вещи работают по-разному. Театр дает свои навыки. Какие-то дети научатся общаться с другими. Это очень важно для такой категории детей. А занятия прикладным творчеством развивают их творческие способности. Может быть, даже кто-то захочет заниматься этим дальше. Потому что у нас есть ребята, которые сейчас делают, ну выросли, которые делают такие довольно-таки профессиональные изделия. В мастерской автономной некоммерческой организации «Благое дело» выставлены мягкие игрушки и изделия из керамики. Многие выполнены настолько профессионально, что с трудом верится, что авторы всего этого богатства – дети с ограниченными возможностями здоровья. Когда с детьми действительно занимаются, результаты впечатляют. Елисей тоже актер инклюзивного театра. Но кроме этого, он с трех лет сочиняет сказки. Позже стал заниматься музыкой и декоративно-прикладным искусством. Он очень любит маленьких детей, и поэтому многое из его творчества для маленьких детей. Вот он, например, рисует эскизы для того, чтобы создавать игрушки. Но вот шить пока еще не умеет, но зато он уже у нас выкройки делает, вырезает это все. А вот я ему помогаю уже реализовать его мечту. Музыка, народные ремесла, театр. Пока на Дальнем Востоке не так много детей с ограниченными возможностями здоровья, которые бы занимались по такой развивающей программе с профессиональными педагогами. Но те, у кого эта программа присутствует, ведут без преувеличения полноценную жизнь, наполненную яркими и интересными событиями. Ты, да, я, да, мы с тобой по парадам. Ты, да, я, да, мы с тобой по парадам. Нас не разлучит ни что и никогда. Отец Максим, как Вы считаете, забота о людях с ограниченными возможностями, есть ли у этого явления христианские корни? Что касается России, то несомненно. Уважение к человеку вне зависимости от его достижений и ограничений, признание за ним неотчуждаемого достоинства прямо следует из представления о нем как образе Божьем. С этим связана и заповедь любви к ближнему, и требование помогать тем, кто лишен важных жизненных благ. Так, современный гуманизм нередко противопоставляет себя христианству. Но и он не станет отрицать, что представление о человеке как высшей ценности возникло не из пустоты. Оно было подчеркнуто из жизни тех христианских обществ, где и зародился гуманизм. Знаете, что меня удивляет? При таком уважении к человеческой жизни, правам человека, отношение к правам нерожденных детей – совсем другое. А уж если появляется угроза рождения ребенка с инвалидностью, это прямое медицинское показание к прекращению беременности. Согласен, это и парадоксально, и негуманно. Причем впервые легализовали аборт именно в России в 1920 году. И хотя число абортов у нас год от года сокращается, наша страна по-прежнему на одном из первых мест в мире по этому печальному показателю. Церковь считает, что мы не вправе лишать жизни других людей, особенно таких уязвимых и беззащитных, как дети в материнской утробе. И она старается помогать женщинам совершить верный нравственный выбор и сохранить ребенка. Да, я знаю, что православная церковь принимает активное участие в общероссийском добровольческом движении «За жизнь». Программа автономной некоммерческой организации «За жизнь» реализуется при поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Это довольно мощное движение. Оно охватило уже 450 городов в России, Белоруссии, Украине. И под его эгидой были созданы центры защиты материнства «Колыбель». Несколько таких центров есть и в Приморье. В одном из них в городе Дальнереченске предлагаю сейчас побывать. Вы уже были на УЗИ? Да. Врач-винниколог показывал вам, как бьется сердце вашего ребенка? Да. Какие-то чувства это вызвало у вас? Пока нет. Я смотрю, что вот у вас так слезы набежали, значит, все-таки что-то, наверное, отозвалось. Осторожно коснуться сердца матери и выявить ее связь с ребенком. Не отговорить женщину от аборта, а помочь осознать ситуацию, развеять ложные страхи и отыскать истинный смысл. Эти задачи психолог Татьяна Федореева решает недавно, с тех пор, как стала волонтером благотворительного проекта Центра защиты материнства «Колыбель». Пока она единственный перинатальный психолог в Дальнереченске. Работу здесь организовали с помощью Приморского регионального отделения Общероссийского движения «За жизнь» и отдела социального служения Владивостокской епархии Русской Православной Церкви. Надо отдать должное и руководству Дальнереченской городской поликлиники. Мы пришли сюда к руководству, рассказали о нашей вот этой вот инициативе, да. И в принципе нас поддержали, все, то есть быстро все так произошло. Меня оформили здесь, выделили кабинет и начали работать. За 15-16 половинку 17-го у нас 20 детей, то есть большая детсадовская группа уже есть у нас. Следующим сохраненным ребенком, скорее всего, окажется сын Нины Кащенко. У них с мужем это будет второй ребенок. Его появление на свет ждут в середине августа. Теперь уже ждут, хотя еще несколько месяцев назад у родителей были большие сомнения. Доходы у семьи скромные, дом куплен в кредит, муж учится в техникуме заочно. Мы считали, что как бы молодая семья, за дом еще половина, учеба платная, как-то и получает он не очень-то. И ребенок готовал, и все к одному, все свалилось, и тут и беременность. Мы решили сделать аборт. Когда дали направление психологу, Татьяну Васильевну, много сеансов было, много проработали. Но ничего, вместе все справились. Молодую семью без поддержки не оставляют. Оказывают помощь и прихожане местного храма и благотворители. Уже есть кроватка, коляска, покупаются необходимые вещи для будущего ребенка. А в семье Боровских решились на третьего. Это тоже было весьма непросто. Старший брат маленькой Светы инвалид. Ирина боялась потерять работу, боялась не справиться физически и материально. Но беседы в кабинете предабортного консультирования помогли понять, что бояться надо совсем другого. Да, это твой ребенок, и ты никуда не денешься, потому что ты представляешь, что с ним осознаешь уже, что делают с ребенком. Он, конечно, это уже заставляет задуматься. Дал аброшюрки такие страшные с абортными детьми. Ну, конечно, такие, когда увидишь медицинские операции эти, то... Конечно, я даже не смогла бы уже сделать ничего. Надо будет просто подтянуться, поднимать детей и все, не расслабляться уже. Как говорят отцы церкви, душа человеческая дороже всего мира, потому что в каждой душе горит искра Божьей любви. Наверное, поэтому каждая спасенная жизнь для Татьяны Федореевой и победа, и награда. Но бывают и просто уникальные случаи. Один из них произошел полтора года назад. На прием к Татьяне Васильевне пришла женщина с медицинскими показаниями к аборту. Она обратилась к врачу с болями, и ее направили на рентген. Предположили, что это заболевание почек. После того, как рентген сделали, выяснилось, что женщина беременна. Когда врачи сказали, что после такого облучения однозначно родится ребенок больной. Поговорив с женщиной, наверное, каким-то, может быть, интуиция мне подсказала, что все будет хорошо. Мы много беседовали с мужем женщины, но на женщину очень сильно давила ее семья. В общем, долго мы бились за этого ребенка. Встреч пять со всеми мы говорили, и она посещала других врачей. И мы опять же общались с Владивостоком, с Центром Колыбель. Ну, в общем, в итоге 28 декабря родилась здоровая девочка. Мы ее ласково зовем, наша Аннушка. И в августе месяц я приглашена крестной мамой этого ребенка. И вот в этом храме мы будем крестить эту девочку. В храме Спаса Нерукотворного крестили уже нескольких подопечных Центра Колыбель. Прихожане считают их своими, стараются помогать, регулярно собирают посылки. Чтобы девушки, женщины, кто все-таки отважился, даже не то, что отважился, отказался от этого страшного поступка, от аборта, знал, что их поддерживают, что их никто не бросит. И что на самом деле, знаете, как в православном кругу говорят, что Господь всегда утешит, никогда не бросит. И поэтому мама, она является ангелом для каждого своего ребенка. И ребенок – это живое, созданное Богом чудо и радость, которая нас может только-только обоживать, к чему мы и стремимся. Кроме Дальнереченска, Центр и Колыбель есть еще в семи городах Приморья. Женщинам в кризисной беременности, кроме психологической поддержки, помогают с питанием, жильем и одеждой. А со всеми срочными вопросами можно звонить по телефону горячей линии. Плюс семь девятьсот два пятьсот двадцать четыре четырнадцать сорок четыре. Ответ дадут обязательно в любое время дня и ночи. Какое-то на самом деле великое дело – уберечь женщину от такого поступка. А главное – сохранить жизнь маленькому человеку. Принять участие в программе может каждый желающий. Профессиональные психологи могут помочь в консультировании. Добровольцы – оказать помощь в социальном сопровождении женщин, оказавшихся в подобной жизненной ситуации. И любой человек может пожертвовать продукты, одежду, предметы первой необходимости для наших подопечных. Мне кажется, сюжеты, которые мы видели сегодня, очень жизнеутверждающие. И очень хочется, чтобы к такой благодарной работе присоединилось как можно больше людей. Конечно, ведь зачастую именно помощь другим людям позволяет нам открыть в себе самые ценные человеческие качества. На этом мы прощаемся. В следующий раз увидимся ровно через две недели, в среду, 9 августа, на канале общественного телевидения «Приморья». Пишите нам по адресу – благое дело.собака.отвприм.ру. До встречи! Помогай вам Бог! Субтитры подогнал «Симон»!